вот завершение этой большой небольшой работы не осталось несколько крестиков конечно еще надо проверить все ли я вышла не забыла я нигде ничего стичь я сразу вышивала поэтому не придется его вышивать в конце ленточку я тоже вышла сразу в общем то я для себя поняла что лучше вышивать те швы тогда когда хочется вот у меня было настроение на бэкстич и я его сразу вышла как только работа переходит в стадию уже скоро конец почему-то вышивать ее становится сложнее и сложнее потому что она висит как дамоклов меч примерно что я могу сказать работа для меня была сложной потому что я не зачеркивала схему из-за этого мне приходилось долго искать в каком месте схемы я нахожусь сейчас зачеркивать ее я не могла потому что у меня был такой опыт когда я зачеркивала потом находила ошибку а вернуться уже не могла потому что схема зарисована конечно можно было бы отсканировать ее или там сфотографировать чтобы потом посмотреть не знаю что-то меня останавливало наверное мое какое-то желание не портить оригинальную схему я долго думала как оформить эту работу и знаю свою любовь к подушкам я думаю что это будет подушка но не в ближайшее время точно ближайшее время я хочу продолжить свою работу за зеркали но во время последней встречи с девочками мне очень понравилось понравился другой венок отриолис осенний там где пшеница по-моему и я решила во что бы то ни стало найти такую и мне даже предложили остатки набора отдать в принципе мне и нравилась эта работа и на конве но когда я увидела венок с пшеницей на равномерке я просто влюбилась и думаю что вот тот следующий венок я буду вышиваться в на равномерке в принципе эта работа заняла у меня не очень много времени по моим меркам относительно моих других работ потому что начала я ее в середине июня но если бы не шовчики которые постоянно меня отвлекали я бы уже давно вышла его сейчас я заболела это у меня голос такой грустный наверно еще свою я наверно помешана подушках еще свою работу с овчиками радуга я тоже вышила и надо бы вам показать но там еще не вышит бисер поэтому я наверное еще и не буду показывать для бисера тоже нужно особое настроение ну в общем то я должна еще рассказать о том почему я выбрала именно этот венок в первую очередь потому что здесь есть шмель да да этот шмель он какой-то волшебный притягивает взгляд он как изюминка в булочке такой живой очень стебек стич на нем вышит зелёными нитками темно зелёными они черными и вот издалека это смотрится как черная но я-то знаю очень классно такой живой в общем это вот так все это выглядит ну сейчас я хотел показать вам свои последние крестики не знаю у меня наверное одной рукой не получится потому что я штатив вот это в общем то вот кажется кажется это последние нет еще вот тут рядочек в общем то вышивать эту работу было не скучно потому что здесь много ярких цветов как я люблю вышивала я с органайзером паку я не помню показывал или нет вот оформила я вот так то есть я просто отрезала вот этот кусок с ключом от схемы и прилепила его к органайзеру чтобы не мудрствовать лукаву вообще делать бленды и навешивать их на органайзер я терпеть не могу но именно поэтому я решила это сделать в начале вот так вот так про работу рассказала чем я сейчас занимаюсь ну вот одна из моих хотелок который старая любовь которую я не могу потерять ну какой то до сих пор не могу не любить ее это зазеркалия от новой слободы вообще мои последние желания это снег в городе от новой слободы плюс у меня еще работа обратной страны москвы которая огромная и в принципе она похожа на снег в городе ну вот эта серия городов вообще очень мне нравится мне кажется что это города из моих снов вот что такое то есть они какие то такие кривенькие какие то волшебненькие вот так ну все в принципе все я закончила тадам поздравляйте и в общем то от новой слободы я у меня лежит две работы вообще я посчитала сколько у меня работа в хомячке но я лучше вам отдельное видео про это покажу и собственно покажу все эти наборы не буду раскрывать тайну ну еще одна работа вышита можно начать новую но начинать не буду продолжу со зеркалем я вам его покажу там вышита вся почти левая часть до конца новых видео обязательно все будет если вам понравилось это видео ставьте лайк если вы еще не подписаны на мой канал подпишитесь я стараюсь радовать своих подписчиков своими процессами какими-то выставками или событиями мне нравится показывать для тех кто не мог там побывать и в новых видео я вам покажу либо хомячку либо процесс зеркали либо тот процесс отреолис который я начала но это тоже уже в новых видео спасибо кто досмотрел до конца если что не так обижайтесь пишите лучше комментарии если что не так я исправлюсь ну все пока а это уже постиранная работа звучит ребята Draper вдаль 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 Продолжение следует...